В спортивном зале Национального университета ядерной энергии промышленности состоялся в 10-й раз открытый всеукраинский турнир по художественной гимнастике Афалина, в котором приняли участие 182 юные грации из различных регионов Украины и города Балашиха, Саратовская область. Великолепный праздник прошел в течение двух дней. В различных возрастных группах определены победительницы турнира Афалина 2013, которым вручены медали, дипломы, призы. Девчонки продемонстрировали упражнения с лентой, мячом, булавами, скакалкой. Катя, а твои главные соперницы с каких городов на этом турнире? С Белой Сергией и Харькова. Упражнения с какими предметами ты выполняешь? С обручем и мячом. И где совершенствуешь свое мастерство? Под чьим руководством? В обруче под руководством Алинор Алексея Милоскова. А где ты готовилась к этим соревнованиям, к этому главному старту года? Я тренировалась в спортивной школе «Парус» под руководством Алиноры Алексеевны. А будешь соревноваться с какими предметами? Я буду делать без предмета и мяч. Приятно, что в соревнованиях выступали грации и школ Олимпийского резерва, ведущих Дю США Украины. И в выходные дни все участницы тренера-арбитры турнира посетили Севастопольский дельфинарий. Бесплатно. Владимир Кабневолодский выступает уже не один год спонсором соревнований по художественной гимнастике. И дети увидели настоящих Афалин. И, конечно, с ними сфотографировались. Жаль, но не все севастопольские грации выступали на домашнем турнире. Уже к завершению подходит капитальный ремонт Дю США Парус на северной стороне. Великолепный спортзал школы вновь примет соревнования по художественной гимнастике, греко-римской борьбе и другим видам спорта. Именно в спортзале, отремонтированном, проходили первые соревнования. Да и для зрителей северной стороны вход будет свободным, не по пропускам, особенно для детей сельской зоны. А за какой город вы выступаете? Чью спортивную часть защищаете? С Севастополя! Владимир Милянский, Наталья Бабкевич. Программа «Наше время».